всем привет дорогие зрители подписчики канала с вами локи мы продолжаем карьеру за зенит ps 20 21 season апдейт и ребята мы в прошлой серии смогли выйти из группы лиги чемпионов нам повезло мы прошли баварию и за счет этой победы уверенно обеспечили себе выход и второе место в группе и мы попали ребята на ливеркузенский байер в 1 8 с этой командой зенит уже встречался в жизни сегодня у нас три матча в чемпионате сегодня у нас открытие зимнего трансферного окна к нам присоединиться антон миранчук ну а также по поводу черышева ребят которого вы предлагали и по которым у нас были переговоры я сделал небольшое перепредложение немножечко понизил зарплату и я надеюсь что они согласятся все же на это чуть-чуть потому что у нас не хватало немножко зарплаты и я думаю на это но они должны пойти там буквально 200 или 150 тысяч в общем я надеюсь что черышев согласится если нет то будем уже думать возможно придется кого-то нам продать сегодня у нас три матча три матча в чемпионате это ростов это локомотив и химки и как раз таки химки у нас уже идут во время трансферного окна так что посмотрим может быть это как раз будет матч на проверку наших новичков вы усаживайтесь поудобнее наливайте себе чаек кофеек берите печеньки вкусняшки давайте отправляться на нашу первую игру также друзья не забывайте поддерживать видосик лайком давайте наберем как можно быстрее больше тысяч лайков для вас это не проблема для меня это безумно приятно и очень сильно мотивирует записывать для вас новые ролики совсем скоро выходит фифа который тоже будут различные карьерки да и по другим играм тоже будут ролики тот же и все гонки в общем все 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 будет совсем скоро давайте тогда смотреть на наш стартовый состав вот так вот он выглядит я решил немножечко после баварии ротировать состав дал отдохнуть лунёву далер кузяев у нас выходит дал отдохнуть дугласу и собственно ребята давайте тогда отправляться на игру состав ростова также на ваших экранах и поехали мы играем дома друзья пока что мы лидируем чемпионате и у нас единственная ничья была сочи со всеми остальными командами у нас получалось выигрывать кто-то говорит менять сложность это нереалистично но чаще всего я вижу эти комментарии от людей которые оставляют там буквально первый или второй комментарий на канале то есть человек зашел первый раз там не знаю на пятое шестое видео и такой ой слишком легко ты выигрываешь давай-ка меняй сложность но если вы посмотрите ребята на сложность то я про нее уже все не один раз говорил и менять ничего сейчас я не планирую меня по крайней мере все устраивает ну а то что где-то чего-то быть не может ну не знаю зенит два раза становился подряд чемпионом и лидировать чемпионате россии мне кажется это не какой-то грандиозный подвиг тем более для таких команд как например там локомотив спартак зенит цска все эти команды краснодар да тот же ростов все они могут бороться за первое место и сейчас как раз таки ростов в атаке удар по воротам и успевает михаил киржаков сложиться это был первый опасный момент и действительно немножко сердечко-то ёкнуло мне кажется мяч мог залететь в ворота шикарный выстрел и киржаков спасает артем зюба это сердар азмун и нарушение правил это ребята шанс а кто же будет бить но показывает игрок ростова что не нужно давать желтую и арбитр пока что устно разговаривает просто с футболистом байрамян ну дал дал зюбе по ногам ракицкий у мяча бьет по воротам и из девятки вытаскивает врата круговой пошла подача азмун и мяч летит выше а покажет ли нам повтор нет тут уже концовку эпизода показывают хотелось бы увидеть конечно этот момент со спины ярослава ракицкого мяч очень классно летел девятку но стоит отметить конечно бабурина бывшего галкипера зенита он совершил великолепный сейф но вот пока наверное стоит отметить двух вратарей ждет забегание дриуси дриуси с мячом аккуратная подача дзюба переправляет мяч ворота но тот коварно не облетает штангу и уходит за пределы поля но мы ищем свои моменты ну вот я замечаю что если фифе у меня получается из всех этих моментов забивать уйму мячей то в песке очень часто реализация у меня хромает еще момент и киржаков забирает мяч намертво видит коридорчик влашича тот залетает в штрафную подачи на дальнюю но не дриуси ни азмун к мячу не успели снова круговой подача ну же азмун не дотягивается пас на азмуна хороший выход удар по воротам да что ж сегодня с точностью нашей команды но азмун какие моменты и сам понимая сейчас мог вывести команду вперед здесь зюба здорово прокинул в коридорчик и как мы видим по моему защитник успел ну как минимум он помешал азмуну пробить точнее по ударам 43 ростов очень здорово выглядит они не сидят у своих ворот они также проводят атаки как и мы и снова опасный выстрел поворотом рикошет и вот здесь мне кажется киржаков как-то был не очень готов последний момент он двинулся на мяч но попадет в уголок не знаю готов ли он был бы спасти команду еще одна подача в штрафную и еще один опасный момент удар по воротам киржаков спасает шикарнейший момент и ловран тут же играет быстро на себастьяна дриусе тот пытался сделать скидку в центр игра ребята оживилась бареус еще один удар по воротам и снова мимо ну ростов во втором тайме создает моменты раз за разом здесь было столкновение арбитр разрешил играть потому что мяч остался у ростова если бы они остановились или потеряли футбольный снаряд то арбитр бы назначил удар по воротам с мячом дриусе здорово прострельщик в центр на дзюбу и здесь азмун помешал ну что ж такое сегодня азмуну прямо не везет опасный заброс мяча здесь скидка пошла будет ли удар по воротам удар по воротам есть и он снова не точно это малкам хорошо влашич снова передача на малкам а здесь в центре дзюба ну же да что вы издеваетесь какой момент еще просто ты проткни уже в пустые ворота малкам с мячом разгонять сейчас атаку передачи на дзюбу влашич и дриусе набираю скорость дзюба бьет по воротам спасает голкипер и все ребята это нули на табло но на мой взгляд это заслуженные нули потому как обе команды могли забить и мне кажется ничья это весьма справедливый результат смотрим на результаты другие встреч здесь краснодар уступает рубину спартак ротор и csk с локомотивом выигрывают сочи играть ничью с уфой и как я понимаю мы по-прежнему еще первые у нас есть неплохой задел и ребята мы продолжаем как я и говорил ребята особо ничего не изменили эти 100 или 200 тысяч для черышева он все равно принимает наше предложение у нас пришли также некоторые переговоры по нашим игрокам но я думаю не стоит сейчас как-то растрачиваться мы забираем черышева он присоединится к нам это отличное усиление это как раз таки сменщик дриуси ну и антона мирончука мы ребята тоже с вами приобрели ну а сейчас у нас ребята игра против локомотива давайте смотреть наш стартовый состав так киржаков плохой форме вместо него тогда выходит лунёв дзюба давайте-ка сделаем вот так потому что ну что-то азмун действительно нам сейчас даже показывает что у азмуна форма не самая лучшая магомед аздоев также может выйти вместо долера кузяева почему бы нет ракицкий ракицкий с минусом но ребята прохин тоже других вариантов по защитникам у нас нет поэтому ну придется ракицкому поиграть у дугласа сантоса тоже как-то настроение не лучшее как у азмуна ну в общем давайте тогда отправляться на игру а там уже посмотрим это выездная встреча против локомотива и поглядим что у нас получится а у нас уже начинает идти снежок потому как все-таки это уже не декабрь и погодка не самое теплое после этого матча у нас открывается трансферное окно придут два новых футболиста также клуб покинет регоне покинут ребята которые уходят в аренду которых мы продали просто молодых которых там было какое-то большое количество и мне кажется сейчас в зените даже их особо нету этих молодых ребят а если они есть то где-то там в зените 2 в молодежке где-то еще как мы видим болельщиков на стадионе довольно много ну и поехали посмотрим как получится сыграть с артемом дзюбой на острие вот это вот схема это построение мне нравится честно больше чем два нападающих здесь так скажем чуть попроще играть в обороне потому как у нас больше игроков в центре поля задействовано такое чувство что знаете немножко мяч скользит вот из-за такой погоды и футболисты не особо здорово его принимают дриуси мяч смог остановить набирает скорость на ложном замахе убирает соперника подача в штрафную надзюбу тот пытался пробить но не получилось дриуси пас на влашича влашич заскочил в штрафной удар по воротам и перекладина спасает ну вот какое-то просто невезение просто какое-то невезение для нашей команды вот в таких моментах мы либо бьем рядом с воротами как это было в матче с ростовом либо выпадаем в каркас я уже не знаю что это такое надеюсь что сейчас не будет поговорки не забиваешь ты забивают тебе подача в штрафную отбились очень вязкий чемпионат в рпл не частенько команды играют больше от обороны дзюба здорово дриуси пошел забросик здесь вильмар бариус подключался в атаку видит забегание влашича а влашич не успевает еще одна подача в штрафную удар по воротам не давать добивать вот и локомотив ответил магомед аздоев а что если пробить удар аздоеву неплохо 10 минут до конца и как мы видим вышел джорджевич вместо смолова и еще одна ничья ребята вот такие вот два напряженных матча с непростыми соперниками но в обеих играх у нас лишь только по одному очку смотрим на результаты других встреч здесь сочи выигрывает у тамбова выигрывает цска рубина ростов играют ничью побеждает спартак краснодар и смотрим вот так вот выглядит турнирная таблица сочи в шести очках от нас также спартак не так далеко локомотив в общем пока пока ребят вот эти очки которые мы на старте заработали они нам помогают сейчас удерживаться на первом месте не так друзья у нас идет представление новичка это антон миранчук он пришел в нашу команду приобрели мы его по ходу первой половины сезона но вот только сейчас он пресс и присоединяется к нашей команде также еще и денис черышев он также присоединиться к нашему клубу в это трансферное окно здравствуйте меня зовут антон миранчук я новый игрок зенита и для меня большая честь стать частью этого клуба я буду слушать как в день матча трибуна буду скандировать мое имя надеюсь я вас не подведу и выложусь в общем по максимуму я ребят принял решение выставить ерохина и терентьева на трансфер поскольку мы приобрели пара футболистов мы подписали а точнее продлили некоторых игроков и сейчас у нас не хватает немножко бюджета зарплатного у нас сейчас игра против химок мы играем на выезде давайте посмотрим на стартовый состав посмотрим как раз таки может быть кто-то из новичков сегодня у нас выйдет у нас у азмуна прокачался кстати говоря дальний удар так что попробуем побить им почаще издалека вместо кузяя выпустим антона миранчука хотя нет давайте пока черыш его на замене на замене оставим антон миранчук выйдет с первых минут также дуглас антос у нас выходит сюда на на лево он отдохнул и также у нас лунёв давайте его тоже выпустим стартовый состав химок на ваших кранах ребята ну и поехали единственное давайте выпустим нашу команду в беленькой форме так будет лучше и понеслась два ничейных нулевых результата в прошлых матчах против локомотива и ростова это не очень здорово сейчас химками нам нужно брать три очка и нужно постараться забить не везло нам последних матчах то мяч проходил рядом с воротами то попадал в каркас в общем нужно нужно прерывать вот эту небольшую черную полосу которая у нас образовалась после матча с баварией такое чувство знаете немножко сил не хватило после баварии но ахимки вот так вот активно начинают эту встречу и был уже один опасный момент дуглас санта с передачи на себастьяна дриуси и снова дуглас аккуратный по штрафную его накрыли и химки отбились но нужно нужно сейчас прибавить нужно взломать быстренько оборону антон миранчук он взял себе двадцатый номер а это малка мудар слева и тащит вратарь и химки пока играют на отбой этот зюбаем подача в штрафную ну же азмун да что с тобой такое но я не понимаю вот как классно азмун начал этот сезон помните я говорил что он играет лучше чем жизнь а сейчас такое ощущение что он как раз таки играет точно так же как жизни не получается реализовать многие моменты миранчук дзюба пас на малкома снова миранчук его удар по воротам и вот он дебютный гол антона миранчука ребята ну пока два из трех новичков нашей команды забивают в первых играх влашич забил в первом матче теперь антон миранчук черешова пока на поле нет ну и здорово разыграли атаку и малком увидел нашего новичка и миранчук плотно пробивает по центру и показывает азмуну как надо забивать а это еще один опасный момент в исполнении химок они здорово через центр заскакивает в нашу штрафную ну и вот сейчас азмун получает передачу дзюба малка надо забить второй а тут рикошет ярослав ракицкий подача удар это вильмар баррис нет это малка это опять он пытался пробить головой но мяч пошел выше дрюси заскочил штрафную прострел дзюба 2-0 ну вот так бы дзюба поразил тогда ворота ростова в самом конце по моему же с ними у него был такой момент но здесь здорово на скорости по флангам отлично у нас получается игра артем дзюба забивает гол дрюси ворвался из самой ленточки практически прострелил дзюбе нужно было только подставить ногу и с этим он справился антон миранчук выкатывает хорошую передачку на малкома малком с мячом малком дрюси его выстрел по воротам и спасает вратарь и снова дрюси и снова есть момент для удара дрюси бьет и спасает вратарь а будет ли угловой успел успел защитник химок выбить мяч и на этом первый тайм закончен у нас начинаются вторые 45 минут ребята и у нас пока 2-0 2-0 мы продолжаем идти вперед и тут же малком и дзюба разыгрывают стеночку малком штрафной малком удар в дальний красотища от малкома это было красиво ну вот бразилец исполнил ворвавшись в штрафную крутанул мяч в дальний никаких шансов для вратаря химок и 0-3 ну здорово очень классно получилось провести атаку там и дрюси поднимал руку но малком исполнил здесь все очень здорово и брайан доу появляется на поле видит антон миранчук дрюси ответная передача сюда в центр на азмуна удар азмуна и мяч проходит рядом хорошая передача на дениса черышева черыша удар по воротам и в штангу попадает черыша вот это момент ну посмотрите каких двух новичков мы взяли ребята они усилят нашу игру это так скажем отличное усиление отличная ротация для состава по моему кстати вратарь дотронулся химки в атаке удар по воротам это было опасно классная передача на артема дзюбу дзюба атакивает один на один дзюба и не успел не успел зуба пробить долго подстраивался но черыша отдал хорошую передачу дзюба дзюба все-таки забивает ребята 4-0 мы громим химки и дзюба делает дуба ну и снова черышев здорово хорошая передача на сдоева и дуглас сантос со своей волшебной левой дает черпачок на дзюба и тот просто переправляет мяч в сетку ворот 4-0 я надеюсь друзья эта серия вам понравилась не получилось немножко в начале не везло но в концовке мы разогнались и смогли забить химкам 4 с вами был локи огромное спасибо за просмотр и поддержку увидимся пока 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 пока